В Укрпочте Таня трудится всего полтора месяца. До этого 13 лет проработала в крупной дистрибьюторской компании. Но когда на предприятие пришли новые руководители, Татьяне пришлось искать другую работу. Поначалу, признается, было страшно. Потому что в моем возрасте это, тем более сначала не поняв всю эту ситуацию, согласна была на любую работу. Разобраться в ситуации и преодолеть страх помогли в центре занятости. Там Татьяну убедили в том, что опытный специалист без работы не останется. А вопросы работодателей нужно воспринимать спокойно, без обид. О возрасте в том числе. Через несколько дней будет 55. Некоторые работодатели не задавали вопрос о возрасте. Видели цифру в резюме. Говорили, что перезвонят и не перезванивали. Но Татьяна не теряла надежду. И вот на одной из ярмарок вакансии я пришла и предложила себя по специальности. Получив эту работу, я очень рада, потому что замечательный коллектив, полный соцпакет. Своевременная плата заработной платы. Каждый день в Одесский городской центр занятости обращаются сотни ищущих работу. У каждого своя ситуация. Образование, специальность, опыт, обстоятельства и возраст. Люди, которые приходят сюда за работой и имеют большой жизненный опыт и возраст после 50. Это, конечно, особая категория. Если рассматривать это все со стороны работодателя, самый главный плюс – это, конечно, и жизненный опыт. И тот опыт и трудовой, и профессиональный, который у человека уже за плечами есть. Минусы. Ну, возможно, не так быстро человек может уже в своем возрасте какие-то функции выполнять. Хотя это не так. И у меня в отделе есть два пенсионера, которые бегают быстрее, чем молодые. Людей старшего поколения здесь учат общаться с потенциальным работодателем, презентовать свои сильные стороны и правильно говорить о слабых. Знакомят с требованиями современного рынка труда, учат составлять резюме, работать с компьютером, вселяют веру в собственные силы. А порой помогают освоить новую профессию. Им нужно развиваться, им нужно менять что-то в этой жизни, потому что застревать сейчас нельзя. Нужно все время чему-то новому учиться. И даже пускай менять направление работы полностью кардинально, но двигаться дальше. Главное – не бояться перемен, верить в свои силы. Только по официальным данным Государственной службы занятости в Одессе на сегодня открыты более 1100 вакансий с официальной заработной платой до 24 тысяч гривен. Наталья Костынка, Кристина Кондратьева, 7 канал. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин